Всех привет, друзья! Моя Мэтт Вистер и сегодня я запускаю новую рубрику, где буду обсуждать новости, перспективы за последний день или, может, неделю. Посмотрим, как пойдет. Идея сделать такую рубрику у меня появилась, потому что за вчера произошло большое количество бустов, а также много очень шмоток выросли сильно в цене. Из-за чего я решил записать этот видос, где я расскажу, что же случилось и какие шмотки реально растут и имеют хороший потенциал. Если вам зайдет эта идея, пожалуйста, поставьте большое количество лайков. Ну а перед началом хочу для вас разыграть агента. Все, что надо сделать, чтобы его получить, это поставить лайк и также подписаться на канал. Результаты будут в конце следующего ролика. И не забывайте, ребят, что у меня есть телега, в которой сейчас происходит самый жесткий актив. Я очень быстро информирую о том, какие шмотки растут и во что нужно срочно вкладываться, а что нужно сливать. Так что залетайте телегу, подписывайтесь. Ну и не забывайте, что здесь также происходит розыгрыш на шэдоу даггеры черный глянец, стоимостью 12 тысяч рублей. Первое, о чем хочется поговорить, это то, что вчера произошла очередная история в сфере CSGO. Известный ютубер Спаркласс открыл топ-2 по миру флот. Стоимость такого около 10-15 тысяч долларов. Казалось бы, да, просто фиолетовая шмотка. И шаттер тэп коллекции. Так еще и статрек. По миру топ-1 место до сих пор занимает М249 Гаттер Мэш. Которая была открыта, чтобы вы понимали, аж полторы тысячи дней назад. В то время как Спаркласс открыл свою шмотку буквально вчера. То есть история по открытию топовых флотов происходит раз, не знаю, в тысячи-полторы тысячи дней. Что означает, что 18 число было реально легендарным. Но это еще не все сенсации на 18 апреля. Вчера также подтвердили информацию о том, что Хуряк уходит в неактивный ростер. Играет теперь во втором ростере Астралис Таланты. Что скорее всего означает о том, что он больше никогда не появится на прост-сцене. Напоминает ситуацию Флейми, который сначала ушел в неактивный ростер. А потом его просто кикнули и заменили битом уже. Официально. Как вы можете заметить, вчера была свечка. Я сразу написал в своей телеге о том, что нужно этот стикер сливать, если у кого-то он есть. Ну и сейчас все, кто были подписаны на мою телегу, зафиксировали профит. Очевидно, закупать его не надо. Быть откровенным, стикер убогий. Роста не будет показывать. Преспектив 0. Следующее важное событие случилось 17 числа. Сувенирный набор PGL Major. Стокгольм 1021, Dasta 2. Вчера обновил свой пик. Он зафиксировался почти на полторы тысячи за штуку. И между прочим, об этом наборе я также говорил в своей телеге. Еще когда его стоимость была всего 500 рублей. Потому что это было очевидно, что эти наборы будут невероятно расти. И я считаю, что полторы тысячи это далеко не предел. Все мы помним, что набор Каблстоуна стоит вообще сейчас 120 тысяч плюс. Так что мой совет присмотреться на данный айтем. Плюс, вчера до китайца все-таки дошло. Что самое время бустить Арабеску. Потому что очевидно, чем быстрее растет контейнер, тем быстрее будет расти стоимость красного предмета из этого контейнера. И вчера Арабеска побила все свои рекорды. С 300 тысяч на бафе она сделала пик до полумиллиона. Что около плюс 150-160 тысяч за один день. Нифига вы такой профит, согласитесь? И я думаю, она продолжит расти. Не отходя от калашей, хочется сообщить, что гидропоника также дала невероятный рост. Что около плюс 70 тысяч к цене. Интересно, с релизом Сурса 2, сколько будет стоить данный калаш? Также вчера очень сильно вырос в цене Диггл Блейз. Я не знаю, с чем это связано, но он скакнул с 60 тысяч до 80. Что плюс 20 тысяч к цене. Мне особенно радостно на это смотреть, потому что недавно я продал свой Диггл Блейз. И потом быстро купил новый. Отдав за него АОП Удар Молнии, стоимость которой сейчас всего 4,5 тысяч юаней. А Диггл Блейз уже преодолел отметку в 7 тысяч юаней. Также он очень сильно скакнул в цене некий Фмельнер, из которого крафтится Гунгнир. Со 160 тысяч он прыгнул до 200. Высокая вероятность, что кто-то просто хочет закрафтить Гунгнир. И скупив Внегивы, немножечко бустанул цену. Хотя опять же, буст в 60 тысяч, конечно, это не немножечко. Дальше некоторые Эмки дали очень хороший рост. Фосфор скакнул с 45 тысяч до 61, дав плюс 15 тысяч к цене. Так еще и с релизом Сурса 2, скорее всего, фосфор будет стоить 100 тысяч плюс. Эмка Hot Rod также скакнула. С 66 тысяч она дала рост до 86, что плюс 20 тысяч к цене. На самом деле это логично, потому что на втором Сурсе она выглядит прекрасно, как Эмка Фосфор. Из-за чего ценник явно будет больше, чем 100 тысяч. Ну и главная сенсация вчерашнего дня, это капсула с наклейкой 2. Быть честным, я не ожидал, что это случится. Но стоимость одной капсулы сейчас составляет 5000 рублей. Просто взгляните на это. Она никогда не показывала прям супер жесткого роста. Максимума росла где-то примерно до 1500-2000 и потом падала обратно до косаря. И вот буквально вчера Китай начал свой массивный буст. С 2500 она скакнула до 4, потом провалилась до 3500 и сейчас снова скакнула до 3500. С чем это связано, непонятно. Но и очевидно, вместе с этой капсулой вверх поползла корона. Она поставила новую отметку в своей пиковой цене в 140 тысяч рублей. Последний раз, когда был буст короны, ее стоимость была 109 тысяч рублей. Но сейчас она уже побила тот рекорд. Быть честным, я не ожидал такого невероятного буста для короны. Но, когда корона также выросла до 100 тысяч, она потом провалилась почти на х2 вниз. Так что в данной ситуации я подозреваю, что это все буст. И если у вас вдруг есть наклейка короны, я бы подумал о том, чтобы ее продать. А потом закупиться, когда она снова провалится. Потому что я сомневаюсь, что это какой-то медленный перспективный рост. И что вот она вот буквально через пару дней уйдет с торговой площадки. На бафе потом будет по 200 тысяч торговаться. Что-то я в это не верю. Хотя, кто знает. Допустим, в прошлый раз, когда корона стоила 100 тысяч, капсула стоила всего 2500. Но сейчас капсула стоит 5000 рублей. Что, возможно, приведет к тому, что корона зафиксируется на отметке 140 тысяч рублей. Учитывая, как она плохо выглядит в CS2, я не знаю, почему произошел этот буст. Если кто вдруг обладает информацией, напишите в комментариях. Что ж, из основного вроде бы я сказал все. Если вдруг я что-то пропустил, вы можете написать мне в телегу. Я сделаю обязательно там пост. Также не забывайте, что за подписку и лайк вы можете получить вот такого вот прекрасного агента. И то, что в телеге, ребят, происходит розыгрыш на Shadow Dagger и Черный Грязнь за 12 тысяч рублей. Ну а на этом, guys, я с вами прощаюсь. Всем удачи и хорошего дня. Так, давайте выберем победителя с прошлого розыгрыша. 39. Считаем с конца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Донеси... Донесей он фаер. Донесей он фаер. О тебе нет никакой информации. Пожалуйста, отпиши мне телегу или вк, что это ты. С вот этим вот одишником и пруфом, что это твой аккаунт. Все. Всем пока. Всем пока.